просто подснежники в феврале месяце золушка может идти их уже собирать или кто там у нас собирал подснежники я сейчас в королевском парке сейчас идем мимо розенборга и там видите солдаты стоят со своими вещичками детский сад с усатыми нянями пытаясь вернуться к жизни пришла за своим любимым кофе у нас сегодня еще проходит кофе-фестиваль это не мне все хочу вам заснять как сосисочники идут на работу тянут за собой свою тележечку с сосисками и вот пожалуйста сосисочник это экологические сосиски я вам уже когда-то о них снимала тут газолин гриль это первая точка которая была открыта в копенгагене и здесь у нас книжное кафе здесь очень много проводится разных ивентов например люди которые путешествуют в разные страны они здесь читают лекции можно купить книжечки можно выпить кофе продаются гитары вот 100 гитарс вейкап копенгаген он находится прямо около площади ну не прямо около она очень-очень рядом с площадью комикс нью торвы вот когда вы хотите где-то пожить копенгагене то пожалуйста здесь у нас вейкап гитара за 4 900 и вот магазин называется вот 100 гитар рядом находится студия школы это школа в которой преподают датский язык но здесь можно правда учить и английский и французский и испанский и немецкий но в основном здесь народ учат датский язык и она считается одна из лучших школ боргер геды 12 и вот пожалуйста какие здесь написано языки в общем где-то сейчас полдесятого такая вот обстановочка в кафе которая называется энджи кофе и у них здесь до 10 часов утра кофе можно купить за 19 фронт еще у них здесь есть вот такие вот шоколадки синенькие это молочный шоколада черненькие это мои любимые черный шоколад очень люблю горький шоколад занесло меня на аму здесь у нас жарят кофейня называется кофе-лайк сейчас я на норы бро преподавала в новой студии здесь у нас красная площадь видите написано москвичи звезда я вам когда-то отсюда снимала видео мы любим норы бро там какая-то пекарня али ну ладно здесь пекарня али вы посмотрите какая здесь у нас граффити росткинде фестиваль просто красота я еду сейчас по норы бро все это до следующая станция остановка степанзгеды я еду separating теперь росткинде фестиваль это я еду сейчас здесь я еду сейчас я еду сейчас я еду сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь у нас метро и электрички Те, которые едут в пригороды и те, которые едут, например, в Швеции Сейчас я в бассейне в Шарлотте Хевне У меня обычно в это время уже, наверное, человек 15 на занятиях А сейчас занятия начинаются где-то минут через 5 И, блин, никого Испугались вируса или что вообще происходит У нас в Люнбе открылся новый цветочный магазин И это очень плохо Вы просто посмотрите, какая здесь красота Какие красивые цветы Продается дерево, котики Вот такие вот цветочки Это имбирь Гляньте, какой он классный Вот такие вот камыши Цветущая сакура И, блин, почти второй раз в жизни в Дании Вижу мимозу Настоящая итальянская мимоза Пакетик стоит 49 крон Цветущие веточки Магнолии Вот такие вот крашеные Камаши Такие вот цветочки в кокосах И очень много таких вот сухосветов Сухосветов Они сейчас очень популярны в Дании Ну и, конечно же, коттан Это хлопок 25 за веточку Котики Блин, как красиво Иду сейчас за кофе Куда хожу обычно Посмотрите, сколько народа Никого В общем, все пусто Здесь постоянно полно людей Когда не зайдешь Потому что дешевый кофе До 10 утра Вот так вот сейчас выглядит станция Абсолютно немноголюдно Сейчас у нас полодиннадцатого Народу обычно побольше Вот так вот выглядит наш карантин Никого нигде Никого нигде Ладно, разобрали курица Ладно, разобрали курицу Но смотрите, сколько здесь свинины Молоко Молоко И шардоне И шардоне нету Томатные пасты Здесь тоже что-то у нас разнесли Рис Макаронов нету Зашла сейчас в Ирму И здесь, короче, не лучше Обстановочка Все разгребли Приехала по делам На Лега Успакен Смотрите, здесь вот такие вот новостройки Такая вот прикольная детская площадка Но очень сложно разбираться с адресами Хранилище для великов Или какой-то небольшой сарайчик Вот так вот это все выглядит С такого вот угла Прикольно у них здесь Ну вот мало того, что частично закрыли границу зданий Так, сегодня у нас еще и до понедельника Нет, до воскресенья Не ездят поезда А ездят вместо них автобус Вот смотрите, такой вот карантин у нас Настолько пустынные улицы С одной стороны, сегодня очень хорошая погода Которая даже не похожа на датскую погоду Но тем не менее Наш овощник Цветочник открыт Чульпаны 50 чульпанов За 100 крон можно купить Успейте Давайте посмотрим, как сейчас выглядят магазины Сейчас вот так вот выглядит главная улица нашего Люнгду Это называется Люнгду Хулагелы Главная улица Люнгду Немного народа на ней сейчас Но возможно, потому что сегодня суббота Очень хорошая погода И у людей есть свои дела Я сейчас хочу сходить в Лидл Вирус не вирус Карантин не карантин Но весна по плану Смотрите, цветут просто подснежники Всем привет из Дании И добро пожаловать на мой канал Если вы еще не забыли То меня зовут Света И я ваш эксперт по Дании В общем, пока я размышляла Как мне обратно вернуться на канал Какой темой видео Это были влоги Я постоянно пыталась снимать какие-то влоги кусочками И тем не менее Вот я здесь И хочу вам рассказать, что у нас происходит в Дании Если вы не знаете, то сегодня 14 марта В 12 часов дня Дания закрыла границы В одностороннем порядке Это значит, что из Дании вы выехать можете Если найдете на чем А вот в Данию Въехать могут только граждане Дании Или иностранцы Нескольких категорий Например, если вы У вас есть вид на жительство в Дании Вы здесь работаете, живете Если вы занимаетесь Перевозкой товаров Ну, конечно, это на датское государство Вы работаете Или товары перевозите в Данию Не в частном порядке А водитель фур, например Если у вас есть дети, которые нуждаются в вашей паике Они живут на территории Дании Если у вас смертельно больные родственники И еще какие-то неотложные семейные дела Простой визит родственников в Дании Не является условием для посещения Дании В общем, как все начиналось Где-то 11 марта Это у нас была среда Вечером, где-то полвосьмого вечера Премьер-министр Дании Мэттер Фредриксон Объявила двухнедельный карантин Я, по-моему, вам не сказала Но границы Дании будут закрыты До 13 апреля Да, и королева Дании Отменила празднование своего юбилея Чем я, кстати, очень сильно расстроена Так вот 11 марта Мэттер Фредриксон Объявила о двухнедельном карантине В общем, если честно Я своими глазами этого не видела Но сразу все начали на фейсбуке Постить фото и видео Как народ бежит в супермаркеты И скупает продукты и бумагу Честно Я в это время была в супермаркете Я не знала о том, что она объявила карантин Я была на работе Зашла себе спокойненько В супермаркет И без очереди все купила И поэтому У меня никаких видео доказательств нет Правда, на следующий день Я вам немножко поснимала видео Когда у нас не было На прилавках фетоксе Хлеба Но я думаю, это из-за того, что пекарня Фетоксе по техническим причинам не работала И у меня в Лунду В холодильнике Разобрали охлажденное шампанское Ну, у нас такой городок, понимаете ли Так вот Карантин был объявлен 12-го числа я пошла на работу У меня на тренировке был один человек Обычно у меня Лист ожидания Я, конечно, была в шоке Пока мы тренировались То Руководство нашего спортклуба И не только моего Всех спортклуба в Дании В общем, тоже Позакрывали на две недели Спортзалы В некоторых спортзалах Зарплату инструкторам сохраняют Мне, кстати, сохранили В одном месте на две недели В одном месте только на неделю А в другом месте сказали Звеняйте Грошей у нас нема Козлы Вот Закрыли садики, школы Для детей Родители которых работают В больницах, в полиции Для них есть Специальные такие Открылись специальные садики Куда они могут приводить детей Потому что им Не с кем детей оставить И В пятницу 13 Собралась Да, кстати, закрылись у нас и рестораны Многие кафе Магазины работают в обычном режиме Я уже пришла в Лидл Куда мне надо было И так вот Закрылись рестораны Музеи, библиотеки Так что, в принципе, смысла в Данию было Ехать незачем Но народ как бы рвался Все-таки немножко Но это такое бывает И, в общем, 13 числа Мэтта Фредриксон Объявила о том, что они закрывают Границы В общем, весело Люди быстренько пытаются отсюда выехать Кто-то поменяет Кто-то сдает билеты Обстановка, в принципе, пока еще нормальная В Дании В Дании на данный момент Около 800 человек с коронавирусом лежит Двое сейчас на данный момент выздоровело А один, по-моему, 81-летний мужчина Он умер Но он умер от инфаркта Но когда его вскрыли, обнаружили коронавирус Вот такие у нас дела Да, а я пришла в магазин Кстати, хочу еще сказать, что Семья кронпинца, которая жила в Швейцарии Они туда переехали Из-за того, что старшие дети там начали ходить В школу То они вернулись тоже в Дании И датчане, Мэйта Фредерсен всех попросила Всех датчан в срочном порядке Тем, чтобы они не были Вернуться обратно в Дании Ну, а как ехать иностранцам Я уже объяснила вам Если вы турист, то вряд ли вы сюда попадете До 13 апреля В общем, давайте сходим в Лидл Дальком в Лидл Все забито Я вас ничем не смогу сейчас удивить Что я сюда пришла Ко мне сегодня Через 2 часа Придет подружка В гости Мне нужно купить рыбу Никакого ажиотажа Хотите есть даже суши Никакой очереди в Лидле нету Я в этом Лидле второй раз в жизни Он находится от меня далековато Я обычно хожу в Мэйта или Фетекс И в Ирму Я живу недалеко от Ирмы Народ себе гуляет Думает, чего такого перекусить вкусненького Я тоже пойду погуляю Какие-то перебои с курицей Нету ни куриного филе Но другое мясо есть Там у нас свежая выпечка Давайте глянем, что у нас здесь Даже что-то есть по скидкам Вот такие вот мини-донации Можно взять по 2 кроны Вот такие вот датские булочки По 5 крон Молоко есть Да, молоко надо Я беру экологическое молоко Зачем я пришла Осталась просто одна штучка Так вот мне повязалось В Лидле всегда шикарные десерты Смотрите, вот такие вот мини-мороженое Как оно открывается здесь Есть, например, с бананом и карамелью Я видела где-то с макадамией Хочу... А, вот есть мокко и лесной орех А где, блин, макадамия? Вау, даже есть ваниль и персик Возьму эти А где макадамия? Я точно помню, была макадамия Нашла макадамию Возьму вот такой вот макадамию И, наверное, возьму пич ванила Или мокко-лесной орех Вот, посмотрите, какая еще прелесть Такие вот мини-мороженки разные В шоколаде, в белом шоколаде И шоколад... Вот такие вот шоколадные есть еще Дальчане еще, как и всегда, брали дрожжи Зачем им дрожжи, я не знаю Наверное, будет печь чего-то Немножко вам цель Смотрите, есть датские огурцы по 10 Обычные испанские по 6 Экологические по 8 И вот такие вот датские огурцы По 10 км Еще раз включаюсь Хотела вам дополнить Что такое вмешательство правительства В общественную жизнь Со времен Второй мировой войны В Дании впервые Плюс правительство подписало закон О том, что... В общем, о нарушении неприкосновенности частного жилища Это значит, что, например, полиция Вместе с медиками могут к вам зайти Если есть подозрения на то, что вы приедете вирусом Если у вас коронавирус И могут вас насильно лечить или вакцинировать Закон этот будет действовать до следующего года, до марта И прекратит он свое существование, когда отпадет в нем необходимость Вот такие вот у нас делишки Кстати, еще первый человек, который в Дании был официально заболел вирусом Он этот вирус привез в Италии, в Ломбарди Где они недалеко от Милана Семьей катались на лыжах Это был... Он работает на канале ТВ Чу И, кстати, он вирусом заболел А его жена и ребенок вирусом не заболели Но он уже выздоровел И он как-то очень выздоровел быстро Плюс вел прямые эфиры Его это все не очень сильно накрыло У него, скажем так, была легкая форма этого вируса Но если посмотреть, что происходит сейчас в Италии То это не все и весело Да, они, кстати, это все не очень серьезно воспринимали с самого начала Как-то было очень много шуток Говорили, что вылечат это все кока-колой Как и все здесь И ромашковым чаем Но, как видите, закончилось все тем Что у нас карантин И в одностороннем порядке закрыты границы Посмотрим, как оно будет Я вообще-то надеюсь, что карантин Хотя бы через две недели частично прекратится Потому что две недели вот так вот сидеть, ничего не делать Можно сойти с ума Это хайвей на Хиллерот, которая идет туда, вон на Копенгаген Еще Мэйто Хредвиксон попросила датчан воздержаться от пасхальных поездок В общем, Пасха обещает в этом году быть замечательной Я вообще-то, если честно, очень надеюсь, что в Дании будет хорошая погода Я, в принципе, из Дании не собиралась выезжать никуда на Пасху Я собиралась ехать на острова датские и брать вас с собой Если не закроют, конечно же, поедем Я так понемножку буду включаться, когда буду вспоминать, что вам еще рассказать В общем, все еще рассказывают о том, что невозможно сейчас нигде купить антисептик для рук Хотя я куда ни приду, везде есть эти антисептики Плюс, говорят, в аптеках нету масок Но я сегодня за все время в Дании увидела двух человек в маске Был один парень в респираторе в Лидле И вот только что мне навстречу шла девушка в маске А еще я вспомнила, что в Дании в два раза заболевших мужчин этим вирусом Женщин где-то около 250 плюс, а мужчин 500 плюс Вирус вирусом, но Пасха по расписанию Смотрите, вот они сделали такие ромовые шарики Цыпляр, одна штучка, 25 И вот такие вот кюрни флюри, более 27 крон, одна штучка У нас здесь был пожог, смотрите, полиция все обнесла Когда-то утром вышла на работу рано, мне нужно было на 6.30 или на 6.45 А у нас недалеко от дома тусит полиция Мне все было интересно, что им надо было Здесь оказывается в соседнем доме у нас вот сожгли гараж для велосипедов Все обнесено вот такой вот ленточкой полети И сегодня у нас второй день закрытых границ Сегодня у нас воскресенье И сегодня у нас было еще одно экстренное собрание правительства И они решили, что оплатят 75% или меньше Зарплаты людям в частном секторе Плюс понизят налоги Налоговую ставку Вплоть до осени Сейчас нужно купить хлеб Потому что вчера не купила А сегодня мне что-то хочется черненького хлебушка Давайте глянем, сколько народа на улицах Ну, народ гуляет Накрапывает мелкий дождик Поддерживая мелких предпринимателей У нас вот здесь пекарня Я ее очень люблю Coffee and Bakery И я у них вот купила Черный хлеб, кирпичик Он 136, а я купила за 18 крон Пойдемте заберем Вот мой хлеб Там работает очень симпатичная девушка В хинжабе И я взяла себе Вестехаундсрубл Там три вида на выбор С мягкими семечками Обычный купол И этот Мне он очень нравится Вот так он выглядит Он присыпан чия И герблежной кашей Овсянкой Зашла сейчас в магазин Везде стоят санитайзеры со спиртом Знаете, какая красота продается От кастомайзера 1800 датских крон Такие весюлечки И они ведуровые Есть еще вот такие вот розовенькие И я не одна в них влюбилась Походу Сейчас зашла фетокс Мне нужно купить цинк И смотрите Просто витамин С Разобрали Спасибо за субтитры